Нынешнее Евангелие посвящено притче о вечере, торжественной вечере, к ужину, на который некий господин зовёт тех, кто знал о нём, знал и о готовящейся вечере. Но они почему-то отказываются идти и более того, выдвигают каждый своё оправдание. Не просто отказываются, ещё говорят, что потому что кто-то купил земли, кто-то волок, кто-то женился, и потому не бреду. И, возможно, первое недоумение. Помните другую притчу, где Господь говорит, вот Отец зовёт двух сыновей и говорит, идите, работайте в моём поле. Это тоже выбор, пойти или не пойти. Работать. Но вот здесь зовут всех не работать, а на торжественный ужин, вечерем, когда это ещё образ брачного пира. То есть там, где работать не нужно, а нужно торжествовать. Но он на праздник какой-то. И не говорят, идите, приготовьте праздник, а уже всё готово. Вот нужно только прийти на этот праздник и участвовать в нём. И вот первое недоумение, почему они отказываются? Их же не зовут? Что-то такое тяжёлое делать. Они отказываются, но странное дело. Почему? Ещё и оправдываются. Иначе человек думает, вот я что-то приобрёл, а тут мне ещё что-то пришло. Ну ладно, я это положу, это же приобрёл. И то возьму, и это возьму. И везде успеть. Чем больше, тем лучше. Здесь вот, нет, говорят, не пойдём. Мама, мама. 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 Какое недоумение. Почему же они не пошли? Странно. Ай! 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 Это была действительно торжественная вечеря. Ай! 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 Помогите. Вот этот господин неизвестный говорит к своему рабу, чтобы тот шёл и всех, кого может найти, нашёл. И пригласил. А вот он приходит, говорит, всех нашёл. Но ещё место есть, где ещё ищи всех, всяких увечных, грамых, слепых. Вот всех зови. На что же эти хромые тоже могли что-то поработать или принести? Ну, вряд ли. Даже заподозрить от них такое сложно, потому что они уже изначально и не мощные. Тем интереснее, почему отказывается звание. И может быть потому, что торжество и это вечеря не так сразу оказываются явными торжеством и радостью. Человек никогда от радости не отказывается. Вот мы очевидно понимаем, что действующими лицами этой притчи под этим неизвестным человеком понимается Господь наш и Бог, который эту вечерю и устраивает. Под всеми, кого зовут званными и теми увечными, это, конечно же, весь род человеческий. Под тем рабом, который выполняет вот эту функцию приглашающего. Чаще всего понимает Господа нашего Иисуса Христа, единственного вот раба Господня. А стало быть, эта ситуация всемирная. И вот к чему же Господь нас зовет? Вот к чему нас зовет Господь? Каждый ответит сами себе. Вот я же в Бога верю и должен за Ним следовать. Куда же меня Господь зовет? Куда меня Господь зовет? И, конечно же, мы понимаем, что и причина творения человека и всего мира, это испыток благости Божией, Его любовь. А значит, и человека, как и святые отцы говорят, Господь творит, чтобы он разделил радость этого бытия к радости. У кого есть изобилие этой радости? Кто имеет такую полноту? Как правильно мы вспоминаем вопросы людей, как будто еще не дошедших до церкви и до Бога, которые говорят, «А что Вам Ваш Бог дал? Чего полезного? Чего выгодного? Ну что хорошего?» И сразу ответ можно было и дать, но он иногда звучит не очень убедительно. «Потому что, ну погодите, а вот это, а это Вы что, не болеете? А Вы что, все материально обеспечены? Все у Вас прекрасно?» Нет. Что же? И вот мы пытаемся просудить, что же за вечеря такая, куда же Господь зовет, а почему часть людей не хотят туда идти? Наверное, неспроста. А где подобные ситуации в нашей жизни еще происходят? Попробуем задуматься, бывали ли такие ситуации в нашей жизни. В самом, конечно, высоком измерении мы говорим, что это божественная литургия, это Евхаристия, это вечеря, на которую призываются всякие верующие. Господь ничего не требует, но вот просто приди. Приди. Но приди осмысленно, приди, понимая, что ты не просто, ну куда-то вот идешь, а сознано иди туда. А значит, если ты осознанно идешь, значит ты не знаешь того, кто это вечеря готовит, что это за вечеря. зачем она? А если более простые варианты в жизни нашей, что-нибудь подобное, случалось, похожее на эту притчу, и думается, что это происходит постоянно. Вот эта притча постоянно происходит. Но если задуматься над этими ситуациями, в которые мы попадаем, сразу легче становится понять, почему же эти званные могли бы не откликнуться на эту вечерю. Вот вы идете по улице, а на противоположной стороне человек лежит. И упределено видит, что это человек. А вы спешите, или опаздываете куда-то, или еще что-нибудь. И, может быть, тоже нужно попасть туда. Но вот такая дилемма. Что делать? Что же делать? Нет-нет, да и приходят разные соображения к этому поводу. Вокруг тоже много людей. И наверняка не все так заняты, как я. И так далее, и тому подобное. И находится немало поводов, почему бы все-таки не обратить внимания на этого страждущего. Ну, прям как вот в той притче про доброго самарянина. А бывает еще что-нибудь похожее на эту ситуацию? Как будто бы звучит этот призыв. Ты его очевидно видишь, чувствуешь, и даже не умол, но прежде всего сердцем, что нужно откликнуться. Но не откликаешься, и находишь еще массу оправданий как без оправданий, потому что без оправданий совсем тяжело. Так часто бывает просто в наших взаимоотношениях, когда мы просто общаемся друг с другом. Как будто бы надо что-то другому сказать. И ты даже понимаешь, что бы нужно было сказать, чем какую-то помощь оказать, но почему-то не решаешься. Так же с нашими молитвами, другими делами. Очень похоже это все на ситуацию этой самой речи о вечере. тут мы сразу можем сказать, ну какой же тут радость. Это же определенное сразу же немалое время. Какую ситуацию не возьми, большую или маленькую, никакой там радости и торжества не намечается. Нет. ты понимаешь, наверное, из ванной видели это и не очень это хотелось. В том числе, потому что это отнимает, как мы говорим, кусочек, а порой и весь наш комфорт, все наше спокойствие и уверенность. И очевидно, почему не согласиться на это? Ну, потому что лучше этого не станет, а только одни проблемы прибавятся. И так и Господь призывает нас на эту вечерю. А где эта вечеря? Ну, именно там, где и Господь ее устроил. Где бы он ее не устроил, вот там она и будет. Там и будет этот брачный пир. Идет Господь прежде всего вот к людям со своей проповедью, со своей любовью, со своим милосердием. А потом идет на крест. И вот потом мы говорим, есть торжество воскресенья, радости нескончаемой. Это вот торжество, которое уже никто не может не отнять. Ни горы никакие, ни обстоятельства, ни время, ничто не может этой радости забрать. Ну, как согласиться с тем, что так оно и будет. А если нет, крест точно будет? А воскресенье? Ну, не знаю, будет или не будет. А крест вот прямо здесь и сейчас есть. Идите, говорите, победите. по-человечески очень непонятно, почему не соглашаемся. Потому что это вот тот самый крест, который все как будто бы комфортное, понятное, удобное разрушает. и не то, чтобы он разрушает, а мы как бы сами от всего этого отказываемся. Кажется, ну, кто может пойти этим путем? Наверняка тот, кто готов. Наверняка тот, кто знает, тот, кто абсолютно уверен, тот, кто силен духом, ну, и вот, ну, готов вот человек. Вот как к соревнованиям каким-то большим готовятся, то есть там олимпийские всякие чемпионы и прочее, но готовятся годами, десятилетиями, чтобы вот один забег или там какое-то соревнование выиграть. Ну что, а быть любого человека из нас вот возьми и поставь на эту беговую дорожку или включи в какую-нибудь сборную команду из нас составь против чемпиона. Ну что получится, ну что, смешно. Но Господь, ведь мы как вот этих званых думаем, вот они такие, у них там всякие имения, богатства, вот они сами говорят, что и земля у них есть, и воды есть, и жены у них есть, все все есть. Нет, Господь говорит, и других тоже за их. Промых, слепых, ничего не могущих, еле-еле влекущихся, за их тоже на эту вечерю. А стало быть, не только лишь в нашей внутренней уверенности, что мы этот путь сможем пройти и за Богом на этот крест зайти. Нет, не будет у нас такой уверенности никогда, что я смогу это сделать. Ну, потому что многие такие вот хромые, ну, куда я побегу? Руки поломанные, что я сделаю? Ничего не сделаю, и в голове ничего нету, не держится ничего, не запоминается, не соображается, и язык ничего не говорит. Ну, что я? Ничего не смогу. Если мы будем только сами себя оценивать, то, конечно, никогда не решимся. Будет совершенно масса объективных причин, причем опознания нам дойдутся. Почему за Богом на этот вес не пойти? помочь? Но если довериться Слову Божию, Господь говорит, что всех призываю на эту вечер, всем даю возможность идти за мной и быть там со мною. И ни у кого не может не получиться, потому что я стал одним из вас. Вот мы к этому торжеству Боговоплощения потихонечку подбираемся, в этой неделе вспоминаем про отцов и оторков Даниила пророка, которые в печи пребывали и не сгорали. Вот потому и чудеса происходят, потому что люди решаются идти за Богом на этот крест, осознавая, что ничего у них нет, и объективно нет. Ну, нет уж, нет. Но они решаются, они доверяются Богу, они своему мнению и рассуждению. И, конечно же, происходят чудеса, но как же? А как можно накормить кого-то, если у меня нечем кормить? Ну, Димаш, нельзя же вот картинки показать, красочные сказать, вот, покушаем. Или, как святые отцы говорят, воспоминаниям об огне нельзя согреться. Я тебе расскажу, какой огонек все подойдет и грейся. Нет. Наверное, потому и чудеса происходят, потому что еда появляется, и все меняется, потому что у нас этого нету, а где взять? Вот Бог и подает. Почему так много чудес? не имея возможности, откликается на призыв Божий, и Бог безусловно восполняет, помогает и все устрояет. так же, как этой верой и доверием Богу жили братцы, Теодр и Даниил знали, что доверять нужно Богу, и не важно, куда ты уже пойдешь, на печь, в какую-то работу, или на крест, там будет Господь, а значит, не только с Тобой ничего не произойдет, но и ты окажешься потом на этом торжестве, на этой вещи, на этом изобилии, на этой гармонии, в окружении этой доброты и любви Божественной. будем размышлять в течение недели об этой притче. Будем всматриваться в свою жизнь. Действительно ли что-то в моей жизни подобное происходит? И будем пытаться откликаться на призыв Божий, верой и деятельной любовью. Аминь.